Ну что, возобновляю свою серию про оружейные законы и, соответственно, буду делать видео, когда будут появляться обновления в этих законах если у меня хватит энергии, потому что в США 50 штатов 51 можно, если так считать и в каждом что-то постоянно меняется в хорошую сторону или в плохую сторону Сегодня первое видео в таком разделе потому что нереально, с моей точки зрения и для многих это может быть сюрприз В штате Нью-Джерси Верховный суд единогласно проголосовал за определенный параметр оружия с разрешением с положительной стороны Так, немного выключу телеграмму свою В общем, в этот раз суд, Верховный суд штата Нью-Джерси в каждом штате есть свой Верховный суд чтобы вы понимали разницу между государственным и штатным уровнем что если суд имеет какие-то вопросы относительно человека или его или ее разрешения на ношение и, соответственно, документа подачи на это ношение то должно быть обязательно слушание чтобы ответить на эти вопросы суд не может просто отказать без слушания данных вопросов раньше суд просто мог отказывать вот до данного момента а вот теперь такое получилось что это первый раз в истории, реально говоря Верховного суда штата Нью-Джерси когда они единогласно проголосовали за что-то положительное с точки зрения прав на оружие и тому подобное и вообще прав людей вот так вот, как говорится имейте хороших адвокатов в данном случае адвокат фирмы они успешно провели вот это вот дело в суде после того, как в 17-м году какой-то судья просто вообще без какой-то причины просто отказал человеку в получении разрешения на ношение в Нью-Джерси очень сложно получить разрешение на ношение вот это решение может быть позволит больше людям иметь возможность себя защищать легально на улице ни в доме, ни в машине ни в бизнесе так что посмотрим что зато выйдет с моей точки зрения это очень хорошая новость для штата Нью-Джерси хоть что-то, как говорится на этом все спасибо за внимание до следующего видео